Здравствуйте! На даче, особенно на участке, если у вас особенно не позволяют размеры участка высадить очень много всяких разных растений, нужно к выбору растений относиться очень правильно. Растения должны быть красивыми, но растения должны быть и нужными. И очень мы много говорили о том, что вот сейчас в тренде разбить аптекарский огород. Но вот аптекарский огород можно сделать не все подряд сажать, а сделать как бы тематический аптекарский огород и посадить на нем вот те растения, которые помогут либо вам, либо вашим близким с решением какую-либо проблему со здоровьем. И очень часто и очень у многих возникают проблемы со сном. Проблемы с засыпанием, проблемы вот самого качества сна. То мы просыпаемся и утром встаем разбитыми, начинаем пить литрами кофе, еще хуже какие-нибудь энергетики. С вечера мы пьем снотворные. Есть растения, за которыми не нужно идти ни в лес, ни в аптеку. Достаточно их посадить у себя на участке. Большинство из этих растений многолетние. Особого ухода они не требуют. У них еще и ароматные прекрасные цветки. С другой стороны, польза от высадки таких растений на участке, вы будете точно знать, в каком месте они выращены. Вы будете точно знать, что их не собрали край дороги с массой тяжелых металлов. Растения будут всегда под рукой. Вы можете пользоваться свежесорванными растениями в течение лета, ну а на осень сделать себе запас. Так какие же растения я бы посоветовала расположить в аптекарском огороде от бессонницы? Ну и первый, наверное, лидер – это валерьяна. Валерьяна прекрасно растет в нашей средней полосе, выращивается она из семян. Не бойтесь, что, посадив валерьянку, вы соберете на своем участке всех кошек. Да, кошки любят запах валерьянки, но вот этот специфический запах валерьянки имеет лишь корень, и кошки его не почувствуют, а листья имеют обычный травянистый запах. Валерьяна имеет очень такой красивый резной лист, растения зонтичные, и на верхушке высокое растение, ну растение метра полтора высотой, а на верхушке украшено будет зонтиком ароматных, но не похожих на валерьянку, а такого сладковатого аромата, красивые белые цветки, собранные в зонтик. Валерьянка из семян у вас будет свести на следующий год, потому что растение многолетнее. Рассаду сажать ничего не надо, высаживается во второй половине лета, либо осенью на постоянное место, чтобы не потерять, сделать разводочную грядку, посадите, а потом уже на следующий год семянцы будете рассаживать в солнечных местах, она любит открытые солнечные места. Очень хорошо действуют успокаивающие мята и мелисса. Мята – это вообще, даже вот запах мяты действует успокоительно на нервную систему, а когда нервная система спокойна, когда нас ничего не тревожит, мы и засыпаем очень даже хорошо. Мы привыкли все мяту употреблять в чай, положим чай с мятой. Кто-то уже это растение и в овощные блюда привыкла, в мясо, кто-то делает компоты с мятой. Но я вам расскажу, как сделать еще один интересный напиток, который точно успокоит нервную систему и улучшит качество сна. Это называется марокканский чай или чай из Марокко. Берем токан молока, туда несколько листочек мяты, доводим до кипения, остужаем, процеживаем. И вот в теплое, остужаем не совсем до холодного состояния, чтобы было теплое, и туда добавляем ложечку меда. И вот такой напиток очень хорошо успокоит вашу нервную систему. Прекрасное растение для аптекарского огорода – это ромашка. Но не обычная ромашка с крупной головой, это садовая ромашка, которым она называется еще не ляник, еще и поповник называют, а ромашка аптекарская. Аптекарская ромашка вообще это и антисептическая, но это и растение, которое обладает ярко выраженным седоктивным эффектом. То есть это растение, которое очень хорошо успокаивает нервную систему. Ромашковый чай – прекрасный напиток, который также пьется перед сном и хорошо засыпаем. Душица. Душица называется либо материнской травой, либо еще травой любви. Вот это растение также поможет улучшить качество сна. Лаванда. Лаванда – это растение, вот если вы страдаете, либо у вас повышенная возбудимость нервной системы, либо плохо засыпаете. Вот лаванды – это то растение, которое должно быть у вас под рукой. Даже сам запах лаванды действует очень и очень успокаивающе. Но если вы применяете либо в банных процедурах, либо где-то масло лаванды, удостоверьтесь, что это натуральное масло, а не химия. Вот химия дает приятный запах, но никакого действия нет. Можно вырастить лаванду, собрать пучок соцветий, засушить и повесить их в изголовье кровати. Или вот эти соцветия измельчить, сделать из них подушечку или сахше и положить под подушку, так же улучшит сон. И напоследок еще про лаванду. Чай с лавандой. На пол-литра молока берем столовую ложку сухих цветков лаванды, также смешиваем с молоком, доводим до кипения, процеживаем, остужаем и туда мед по вкусу. Также перед выпитый вот этот вот чай лавандовый с молоком перед сном очень хорошо улучшит вашу нервную систему. Хорошее средство для засыпания и хорошего сна – это хмель. Но вот хмель – растение такое не совсем хорошее для дачи, а хмель имеет свойство очень хорошо размножаться, но он может расти локально на одном участке, и дальше корни могут пройти через весь участок, и он может занять другой участок. Вывести хмель с участка очень и очень сложно. Если у вас не очень большой участок, то ограничьтесь сбором хмеля, а он растет в наших лесах. И шалфей – тоже прекрасное средство от бессонницы и прекрасное средство для улучшения качества сна. Вот такие растения я предлагаю вам посадить в аптекарском огороде. И еще сейчас расскажу про два неожиданных средства, которые мы все употребляем, но даже и не подозреваем на том, что они помогут от бессонницы. Во-первых, это корневой сельдерей. Корень сельдерея содержит очень много аминокислот, содержит клетчатку, содержит эфирные масла, и вот эти эфирные масла как раз и помогают нам лучше всего заснуть. И еще одно растение от бессонницы – это тыква. Тыква – это одно из немногих растений, которые содержат в себе весь комплекс элементов В, витаминов В. Там и В6, В1, В12 и В3. И употребляя сок тыквы, если вы не любите тыквенные блюда, то обязательно научитесь пить сок тыквы, и вы увидите, что, во-первых, у вас и организм станет лучше функционировать, и у вас и улучшится засыпание, и улучшится качество сна. Смотрите наши ролики, и мы попробуем не только снизить химическую нагрузку на наши растения, но и попробуем обходиться в дальнейшем без лекарств, или хотя бы снизить их употребление, а будем выращивать лекарства растений у себя на участке. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok